привет меня зовут александр воронов я играю в группе tequila jazz в группе duncan сегодня меня пригласили на передачу drum talk я очень рад здесь присутствовать ну и собственно понеслась значит первый вопрос у нас от александра иванова может ты знаешь такого барабанщика московского может не знаешь но неважно мой друг хороший в группе трудиться он джазовый вообще барабанщик и преподаватель на еще однозначно скорее всего знаю очень серьезный и вот у него вопрос такой расскажу о том времени когда репетировали в дыка пищевиков а в соседней комнате занимались джазом санек машин с вовкой кольцовым крутовым и и по его мнению ты приходил к ним и просил показать что-нибудь интересное джазовое такой вопрос в дыка пищевиков наша группа не репетировала мы репетировали на пушкинской 10 это такой был творческий скот сейчас часть его тоже осталось в городе и находятся всякие арт-галереи там репетирует и наш борис борисович великолепный и слава бутусов и группа ддт фишфабрик клуб находится знаменитый один из первых клубов в нашей стране вот просто там было такое джазовое место в дыка пищевиков вот и там соответственно собирались по-моему там это и лащокин там его по моему пространство было джазовое вот и я там познакомился с великолепным барабанщики музыкантом саша машина сейчас выпустил просто чудесный альбом все хожу вокруг пластинки виниловые в магазине play жду может скидочка будет обязательно куплю вот я так-то послушал в интернете но хочется конечно винили иметь такое дело ну что я могу сказать да саша мне показывал что вот такие приемы такие приемы у меня как бы смотрел но я мало что понимал мне просто нравилось и он уже в те моменты был очень крутым как бы товарищем персонажем то есть ну это все выросло теперь то что он большой джазовый барабанщик с большими звездами играет я недавно увидел выступление в ленинграде на канале грибоедова у нас клуб находится джазовое вот он там выступал с артистами зарубежными ты конечно было очень круто и другие барабанщиков он представлял ну что одним словом молодец тащит наш российский джаз саша машин ну то есть он помогал тебе за как-то да все барабанщики друг другу помогают это такая специальная каста а кто вообще повлиял может быть там западных барабанщиков вначале за меня да ну на меня ну конечно какая-то западная музыка на меня повлияло потому что когда мне бабушка купила магнитофон мне сразу друзья дали бобину на одной стороне был вот запилим первый альбом на второй стороне был дипа пол но я сразу стал фанатом вот запилина с дикой силой вот ну и соответственно там в школе в институте я слушаю бизнес там все что слушают в школе владимира кузьмина машина времени все мы кричали там новый поворот скажи мне чему ты рад напевали песни кузьмина ну первый как бы его альбом такой ближе такой по духу в группе полис там было великолепно лишь музыканты играли то есть ну так как-то а потом вот уже все там понеслось жену от мир делится на два лагеря я вот запеленист и бедломан есть джон боном я есть ян пейс да ты больше я и того и того люблю но мир делится как бы на рейнгстанистов и дипуплистов и бедломанов и лодзепеленистов я вот из второй категории то есть техника для тебя менее важна чем грув так скажем да и дело не даже не в груве для меня очень важно вот песни музыка чтобы мелодизм был я конечно очень люблю и навороченную музыку но я все-таки за мелодию даже хотя бы пусть и навороченная музыка на что-то можно напить в общем я за мелодизм расскажи работу в коллективе как с людьми вообще работать в одном коллективе длительное время нету я не считаю что я работаю я работал после института врачом там я работал эти лихие времена как говорят китайцы не дай бог тебе жить в эпоху перемен ну и все равно музыку я любил как большие со школы и были всяческие там группы молодежные там и летний сад группа была где мы с ванькой примы играли вместе с кости федоровым то есть мы так достаточно плотно шли друг с другом потом летний сад распался мы с костей стали играть в группе комиссара австралии потом кость ушел в объект на смешку там целая история то все нужно почитать в интернете все это есть учете перескажут по сто раз нет я имею ввиду вот вот люди в одной группе играют да они же общаются они постоянно ездят в это вместе в этих автобусах поездах самолетах ходят на репетиции все время вместе да как семья вторая вот каким всем не разосраться грубо говоря а вот как они мудряются как вы умудряетесь он до сих пор существовать ну у нас же был период различного распада до нормального существуем вообще никаких проблем нет мы только гавчимся исключительно вот по творческим каким-то моментом а так чтобы вот тебя что ты играешь а ты что играешь ну и понеслась мы даже иногда женькой когда там были юные вихрасты такие подраться могли это абсолютно нормально но мы же молодые были из какой-то музыка да и кого кого ну как правило все равно все приходили какому-то компромиссу и дай бог бог дал что так мы получилось как получилось мне нравится поэтому я не могу сказать что я работаю и вообще-то такая московская тема я работаю в группе у нас как бы в ленинграде говорят я играю а насколько важно вообще понятие ленинград или санкт-петербург да вот для тебя никакого же она не то я родился в ленинграде у меня есть медалька стир это там рада что я родился в ленинграде те кто родился после того как город городу вернулись старые названия не петербуржцы поэтому я и петербург люблю ленинград и вообще все люблю к истории отношусь трепетно уважаю все что не происходит как бы это наша история никуда от этого не деться неплохое хорошее это все прекрасно у нас канал для барабанщика в первую очередь да и про барабаны поэтому час вопросов у нас связано с барабанами ну я вообще если не против я слабо в этом соображать я варщик то не настоящий часть вопросов до задам именно про барабаны вот интересует нас нас многих подписчиков интересуют как барабанщик придумывает свои партии все они придумывают их по-разному кто-то сидит дома получает файлы и гитарные и потом придумывают партии кто-то на репетиции это делать да совместно вот у вас как происходит очень хороший интервью веру вашем вопросе уже есть ответ просто молодец константин спасибо по разному происходит некоторые песни я например вот ехал в метро и меня там что-то настукивало даже все молодые барабанщики когда ездят метро они все время настукивают как бы что-то сразу видно барабанщик дает барабанщик абсолютно нормально истетляться этого не надо сам так делаю да вот ну делал часто так уже с гаджетом какой-нибудь книжечку откроешь в огрызке дочитает что-нибудь или слушаешь какой-нибудь когда глазики устают да ну по-разному приходят в основном как-то мы какие-то штуки приходят на кухне в метро потому что так приляжешь потом 1 1 1 что-то там хоп интересно вот недавно мы сделали с группой duncan песню к новому альбома ко второму мы трудимся сейчас над ним песни пилигрима такая у нас очень такой юра дорофей сильный поэт он во-первых великолепный доктор такие золотые руки травматологии нашей страны то есть божьей милостью раз группа врачей ну один практикующий в дункане да и очень большой такой ответственный пот занимает то есть на дороге серьезный товарищ и при этом великолепный человек просто великолепный поэт он такие песни пишутся просто не очень нравится играть группе duncan также как мне очень нравится играть на пяти кило джаз потому что танк тоже поэт великолепный для меня в общем поэтическая помимо мелодизма составляющая это тоже очень важно вот например возьмем песню звери до текст и как он повлиял вот на этот рисунок изначальный барабанный потому что все вертится вокруг барабанного рисунка по моему мнению скромно скажем я я помню как мы это песни делали мы репетировали на пушкинской на точке было градусов 6-7 тепла не сидели в шубах пальто так иногда руки в перчатке чтобы погреть и вот так мы делали вот эту песню звери сделали мы достаточно быстро то есть у нас что называется такие мы были в кураже это ж такая субстанция очень непонятное сочинение песен непонятно бы все уже об этом говорили и я повторюсь как бы говорится как цитата ум идиота я как бы повторюсь потому что все что делают любые творческие люди да безусловно это персональные наработки но это не мы мы как бы так сказать проводники того что хотят скажем силы высшие то есть за барабанами что-то приходит извне и сама все происходит вот например на записи альбома выше осени таки было мы съездили на гастроли в израиль на эту чудесную землю на нашей планете земля и там все вибрируют ходишь просто вообще особенно когда в иерусалим съездит вообще по-другому все мир восприниматься стал и я практически даже не помню какие барабаны записывал на альбоме выше осени то есть у меня как бы такой поток просветления до потоки ничего не делал только так руки сами ходили руки надо было подготовить до предварительно когда надо руки надо всегда готовить то есть приходим к следующему вопросу плавно про то как как ты уже занимался в начале как ты сейчас это делал же баки все то есть у меня была резинка с палками везде на диване и у телевизора в туалет на кухню то есть а что конкретно не выпускалась вроде мере или нам ну косинка что покажет то и играл в то время он был такой информации было немного да я скажу я еще до видео мы где-то афонов открою вся эта информация приходила в бобины записи пластинки на знил да я не хочу сказать что я что-то снимал там то есть вот я не такой например мой любимый барабанщик то есть фролов вот он прямо играет вот запилин я смотрю прямо почему он не играет в этой группе вместо джейсона бонома но там джейсон боном конечно красавец но дима конечно вот гены да я не снимал партия и этим не занимаюсь мне как бы нравится я какой-то посмотрю ли фулинг барабан и какой-то грузчик а вот интересно дай-ка я тоже так попробую потом раз не получается у кого-нибудь кто поумнее кто настоящий сварщик спрошу вот мне покажет потом ах вот как возьмешь уже там под себя переделаешь что-то позаимствуешь но на этой базе делаю что-то другое это нормальная как бы ситуация когда ты что-то заимствуешь и делаешь ну говорят что воровать нормально в этом деле ножом нет давайте все-таки избежим этого термина воровать заимствовать да это более корректная такая тема потому что ну че я взял своровал сыграл один в один но но все один в один ни у кого не получится все свои есть у которых получается есть профессиональные музыканты которые вот партитуры имеют им ставят и вперед на скрипке на баланчеле подготовленные люди хранители так сказать так же как вот хранители эрмитажа третяковской двери и бабулечки которые все про все знают так вот наша классическая музыка то есть безусловно есть и новые композиторы интересно на основном это вот люди скажем такого музейного плана кто играет классическую музыку который мне просто нравится с нездешней силой я стараюсь не пропускать никаких концертов то что мне интересно хожу вот конечно же этой оркестры гергиева нашего прекрасного и фабио мастренжево северная симфония александр кантеров ну то есть великолепные симфонические оркестры мне очень это сидела нравится то есть я люблю оперу балет не понимаю так приду нам сознательно очень не танцы я люблю но в этом надо разбираться во всех этих по фуэтэн уже я понимаю что такое но я оперу люблю вот это мне прямо очень нравится говорят ступисты и хорошие барабанщики ну бадди рич классический пример который там с трех лет уже выступал шоу своих родителей там чечетку бил возвращаясь в джазовый да и вообще кто занимается кто понимаешь такой ритм то понимаешь что свинку достигают не только в музыке больших успехов в боксе например вот барафа барабанщик рой джонс боксер да мне вот очень нравится смотреть как он боксирует потому что я вижу джаз вал волны пускает не просто волны он боксирует там на 7 четвертей на 7 восьмых интересно на 5 четвертей то есть у него нету как правило такое вальсовой техники когда там двойка-двойка удар нас 1 2 3 1 2 3 а он очень неожиданно все это делали таких хуки и никто не ожидает и поэтому это интересно и смотреть и мы все примитивно к музыке слушать когда вот такие хуки возникают это вот на у нас была группа треки норда сейчас это тоже немножко проект такой под консервировался вот это как раз словечко мне подсказал эрнесс шеремет вот надо грешу музыки обязательно хук был я с ним полностью согласен он очень хороший такой звукорежиссер сейчас тоже вот в петербурге у него студия своя вот мы у него пишутся не только мы там и группа карелия у него пишется именно трейтерс у него альбом записали такой он приехал санкт-петербург уже мой ленинград и так вот постепенно постепенно мы с ним общались там наслушивая он сам из донецка он закончил консерваторию там и вот уже живет в ленинграде вот это занимается музыкой и делает это очень хорошо у него великолепный слух очень хорошее воспитание вот это классическое то есть он понимает что как куда с ними интересно всякие там параллельные мелодии строить то есть такое возвращаясь к хуку да возвращаясь к хуку до закончу как бы меня за хвост окусила следующему да возвращаясь джазовые теме вот джазовое образование джазом училище учился и вот тут меня наблюдение такое что вот многие барабанщики которые именно занимались джазом в начале они более у них более разнообразный словарного запас да даже если они играют потом рок или там какой-то другой стиль они играют это как-то интереснее так скажем чем рок барабанщики которые там долбит одно и то же да вот как ты думаешь джазовая вот эта школа она насколько сильно помогает в начале может быть всем начинающим надо заниматься именно джазом начали опять же возвращаюсь к вам как прекрасному интервью вашем же вопросе опять же ответ если она помогает ключевая фраза в каком направлении в каком стиле ты играешь неважно да джаз безусловно сильно помогает я пока учился в институте значит есть грешок у меня тройки были нам значит врачами что ты тройку имеешь сессию ты стипендию не получаешь 40 рублей и поэтому мама и папа мне помогали я ходил джазовое училище занимался на гривцова у николая зарубина мои мое обучение проходило так я туда приходил после института говорил николай николаевич николай конечно смотрите какую я сетку придумал и начинал играть что я придумал он такой ну хорошо а вот ты выучил нотки джимми чапина я вреда нет извините но такую сетку придумал каждый раз и приходил что-то мы показывал и он в принципе так подзабил на это дело такой послушать меня ноги чё нормально но я очень любил слушать лекции феертака это вон у нас читал лекции в джазовом училище это конечно что-то с чем-то это такой эрудированный человек вот он же фестиваль такой в ленинграде проходил назывался осенние ритмы я так мало чего понимал мне так это все нравилось я помню как козлов там играл он играл там сначала кавера в дзеппелин потом свои какие-то вещи ну то есть там такая плеяда джазовая была я мало что этом понимал мало кого там по нему запомнил но мне это так все нравилось и потом это нам читал лекции это для меня было что-то с чем-то то есть мне в принципе как бы заниматься по нотам и там какой-то сольфеджио я конечно локоть вижу и уже не укусить но мне не сожалею но что я хочу сказать я джазу таки пришел таки пришел потому что вадик барабанщик группы крепящие да и вот вадик значит у нас точки рядом были мы такие в подвале в юбилейном репетировали там по великому блату олежки баранова вот гитаристы группы спорт в первую очередь потом в группе текила джаз играл у него там значит было какие-то связи и мы соответственно это репетировали долгое время в подвале в юбилейными точки были рядом то есть вот текила джаз нами там и пепси репетировали то есть мы на всех снимали потому что надо платить же вот и а рядом была точка где вася васин был с кирпичами animal jazz группа еще кто-то там репетировал всякие проекты в другом месте другие группы и пить или то есть есть подвал звучал юбилейном что круто и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто вернуться к джазу, что мне показал ноты, вот как играет Джимми Чапина, Вадик, барабанщик из группы Кирпичи. Вот за что я ему благодарен. А дальше я уже сам-сам и тоже с его помощью. И так вот я в это дело вошел, и мне это все понравилось. Я поднял джаз практически, ну, там, начиная с Нового Орлеана и заканчивая контемпорарь джазом. Ага. Вот. И в Америке, когда был, я купил очень много интересных DVD, и видеошколы, и видеошколы о всех знаменитых джазовых барабанщиках, каких, как Бадди Ридж, Джейн Круппа, Папа Джой Джонс, Лайнел Ричард. Классика. Ну, да, то есть все, Лайнел Хэпптон, как бы, вот, Чик Уэпптон, Лейлингтон, Гиллэспи, там, ну, все. То есть ко мне джаз пришел уже в зрелом возрасте, и поэтому... То есть ранние вот эти композиции, такие вот джаз, они были под влиянием джаза? Нет. Нет? У меня нет, уже нет, да, потому что Жека более наслушанный человек. Он из музыкальной семьи. Это видно по его группе, оптимистику оркестра. То есть он продолжает то, что делал его папа. Великолепная группа. Вот недавно они выступали на сервилете, опять же, с большим удовольствием все слушаю. То есть это талантливая группа, талантливая музыка. Настоящая популярная музыка, как она должна быть. Но, к сожалению, популярных артистов, ну, по пальцам посчитать можно, которые делают что-то хорошее для страны. Это вот и оптимистик оркестра, это, конечно же, моральный кодекс, это великолепная поп-группа. Леонид Агутин, тоже великолепный вообще артист, как бы. Тем более в те времена, в 90-е, это было нетипично, на самом деле. Вот я помню, программа была такая, да, когда я первый раз увидел Текилу Джаз, и я, честно говоря, был в шоке в таком легком, в хорошем смысле слова. Я просто не мог понять, ну, то есть это не русский рок абсолютно, это вот что-то такое в сторону Запада, да, но что-то свое при этом. Мы русские люди, мы играем... Как вот эти нестандартные ритмы приходили к тебе в голову? Они же с точки зрения русского рока вообще... Ну, я еще раз говорю, я не получал никакого музыкального образования. Поэтому у меня, скажем так, ну, я не зашорен был. Что нравится, то играю. То есть ты подчеркиваешь гитару, или вот как ты это делаешь, когда создаешь именно партию, как акценты, как ты это расставляешь? Как это приходит вообще? Уже меня, Константин, просто с своим вопросом в тупик поставил. Я думаю, что люди, которые играют вот там четыре четверти, вот сиди-то играет там Ринго Стар, например, хотя тоже он придумал классную партию. Чего себе там четыре четверти, это вы что-то, извините меня, это вы увлеклись, но... Но вот... У вас очень нелогичный барабанщик, у меня есть барабанщики, которые играют ритм, а есть, которые играют музыку. Вот я... Как вот они для за музыку? Как придумывать вот эти партии, которые подходят музыке? По чисто, там, не знаю, там, почему надо ударить в том, а не в малый? Вот как это приходит? Довольно сложный вопрос, понимаю, но... Да, это такой непростой вопрос, и... Вот чисто, практически, вот, сел на стул, да, я услышал музыку, вот, играя в гитаризм, вот, что, что я делаю, вот, чтобы создать этот вот неповторимый рисунок? Может быть, рисунок ради рисунка придумал, чтобы интересно было? Вот, кстати, по поводу рисунка вернемся, вот, в группе Дункан. Я, что, вот, вы меня спрашивали тогда? Да, 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 да. Вот, и там у нас размер в песне семь восьмых. И я дня четыре прямо ходил, ночами прямо бредил, как мне сделать семь восьмых, чтобы они слушались, как четыре четверти. Чтобы не было вот этой паузы, да? Да, и, короче, мы сделали, это песня пилигрима, можно послушать. И мы заделали с Олегом Трубином, это басист наш, ну, соответственно, Юра Дорофеев там стихи написал фантастические. И долго-долго ходил, ходил, и в итоге вот придумалась такая сетка, я за нее очень горд. У меня есть какие-то наработки, за которые я реально горд. Это вот одна из них. Это вот эти семь восьмых, которые слушаются, как вообще банальные четыре-черти. И мы даже на концерте в клубе Сердце, это клуб, где трудится Леоня Новиков, это группа Парабелл. Очень замечательно такое место в городе. И мы, когда играли эту песню пилигрима, да, со сложным размером, люди просто в обнимку танцевали. Это есть на видео, это можно посмотреть во всех этих инстаграмах. В инстаграме кусочек сюда. Да, там это в инстаграме, группе Дункан. Я как бы такой не шибко там по этим инстаграмам. У меня как бы есть две социальные сети, которыми я пользуюсь исключительно для того, чтобы положить туда музыку, чтобы послушать кинцо какое-нибудь, новости, о том, что происходит в группах. То есть для меня это исключительно как вот, ну, реклама. Я там не участвую во всех этих обсуждениях, но это глупо на самом деле. Ссориться, кто ссорится, тот глупый. Согласен. Потому что и те правы, и те правы, как бы, нету неправых. У каждого своя колокольня в жизни. Дипломатический такой подход. Дипломатический это нормальный подход. То есть так и должно быть. Потому что и там есть зерно, и там есть зерно. Все это надо правильно вычленить, скомпилировать, скомпоновать. На тактическом уровне. Ну, на стратегическом уже сделать то, как ты считаешь нужным, как считаешь правильным. Возвращаясь к партингу. Да, возвращаясь к партингу, да. И вот все это так вот... Подчеркивается, вот, не ритмическое, в моем случае. Я исключительно только о себе говорю, как о ненастоящем сварщике. А именно мелодическое что-то, чтобы барабаны тоже были мелодичными. То есть, чтобы они, как бы, и груз должен быть, да, присутствовать. То есть, все должно качать, чтобы дыхание было это. Но при этом очень важно хуки поставить такой акцент, который раз, как бы, и человек стоит, стоит в таком немножко состоянии. Потом раз, такой, ой, что это было? Ага, вот это какая-то интересная группа. Какой-то там был такой интересный. Тогда-ка я наберу, посмотрю, чего, да. Ну, сейчас у нас интернет, раньше... У меня дружок есть, музыкант, у него записи много. Пойду-ка я у него кассетку возьму, там, или пластиночку перепишу. То есть, очень важно вот это, что цепляет. То есть, было изначально желание удивить? Если этого желания нет у людей, которые занимаются творчеством, неважно, каким это, там, опера, кинематограф, искусство, безусловно, нужно удивить. Ну, и мало того, что удивить, нужно еще, как бы, и вложить все, что тобой наработано, все, что ты сублимировал в себе. То есть, чему-то и научить. В первую очередь. Вот. Поэтому через удивление, через удивление к обучению и к катарсису, грубо говоря. Берем за руку и ведем катарсис. Да, совершенно верно. То есть, есть какая-то некая ответственность, миссия, да? Безусловно. Да, и если ты этого не чувствуешь, как бы, ну, ты такой человек, который не чувствуешь ответственности. А вот есть мнение, что... Барабанщики, кстати, все очень ответственные, товарищи. Да, они как собаки-овчарки. Все собирают всех, как бы, ну-ка, давайте. Да. Есть такое мнение, что искусство, да, есть со знаком плюс, а есть со знаком минус. А есть мнение, что такого вообще не существует. Искусство, оно и есть искусство, и нельзя его, там, делать положительным или отрицательным. Вот у тебя какое мнение? Приходят все эти мысли, приходят откуда? С положительной стороны или с отрицательной? Или это нейтральная какая-то сила, которая дает вот эти идеи? Искусство может разрушить, да, там, навредить, может поднять дух. Ну, даже через разрушение нужно идти к светлому, к атерсису. И таких примеров много, да. То есть, говорят, играли, играли какой-нибудь. Непонятно что, а потом раз, а что-то и получилось. В конце мажор, да? Ну, мажор, да, не важно, что это может быть. Это в конце концов может быть какое-то... Играли музыку, раз, стал картине писать. То есть, ну, непредсказуемость. Это тоже важная штука. Важно вообще думать, хорошее дело делаешь или... Важно чувствовать это. Это не нам это оценивать. Это исключительно вот на... Ну, то есть, безусловно, существует какая-то оценочная функция, да. Но это на чувствах. Исключительно, то есть, вот. И вот я, например, стараюсь как бы все-таки вот подписываться какими-то космическими делами. Потому что, например, когда играешь в концерт, да, я... Один раз вот мы выступали на фестивале «Нашествие», там, с чайфами мы играли. Это как раз когда Женя помогал им альбом делать. Угу. На «Добролете». И что-то вот мы играли концерт «Нашествие», и я прямо почувствовал такой энергетический удар из зала. То есть, меня аж качнуло на стуле. А я так, вес это не маленького. Я сижу уверенно. Некоторые только ради этого концертами занимаются. Ну, вот. Я против этого. Потому что все-таки нужно отдавать, не брать. Потому что надо читать много книг, смотреть фильмы на выставке ходить. То есть, это нужно набирать все вот это, как тюбик. Наполняться, наполняться, и потом это все как бы уже сублимировать в себе и выдавать. Магара стараться. То есть, я вот, когда почувствовал это, я для себя четко полностью все осознал, что вот это есть, это качает зал туда-сюда. Это очень видно, это чувствуется прямо, когда ты играешь концерт. Вот этот вот кач, он идет. Тебя приятно. И надо, и надо очень так отстраненно. То есть, ты понимаешь, что это хорошая ответная реакция, но этой энергии как бы не надо. То есть, наркота, которые некоторые увлекаются. Я не хочу это называть наркотой, и т.д. и т.п. Это есть. Никуда от этого не деться. Все это понимают. С возрастом еще больше это понимают. Поэтому только отдавать надо. Ну, то есть, вот, грубо говоря, почему Мик Джаггер до сих пор прогреть по сцене? Наверное, не из-за денег, да? Наверное, все-таки вот из-за этого. Нет, он отдает. Я был на его концерте, я был на концерте у нас на Дворцовой площади. Ну, мне повезло. У меня есть знакомые. Я воспользовался, так сказать, связями. Блодом коррупции, как это называется. Ну, как у нас без этого. Да, и у меня был френдли билетик. Уж меня извините, товарищи челедители. И я, конечно, обалдел. То есть... Качает? Да, очень простая музыка. Она так вообще прямо прокачивает. И отдается все. Казалось бы, барабанщик Rolling Stones играет, ну, по-моему, один и тот же ритм на протяжении всех песен, да? Ну, не важно. А как играет? Вот важно, да? Да. Играет он это фен, но... Как ты его оцениваешь? Вот никто о нем ничего не говорит. Почему-то, да? Вот все говорят о Ринго Стар, Ринго Стар, Ринго Стар. Чарли Уотт. А Чарли Уотт, ну, мало кто... Великолепный, джазовый артист. Вот есть такое мнение, что если, когда ты играешь в группе и не обращаешь внимания на барабанщика, значит, он играет хорошо. Я вам расскажу историю. Немножко, так сказать. Значит, мы ехали на фестиваль в одном из балтийских стран. И, значит, ехала группа Аквариум, группа Аукцион, группа Ва-Банк, группа Текила Джаз. Вот. И еще кто-то с нами ехал. Вот. Ну, и, значит, ну, где могут артисты встретиться? Тут ничего страшного нет. Мы зашли, соответственно, в вагон Бусетас. И, значит, взяли крепкого чая. И крепкий чай с разговорами буквально не прошло полчаса, закончился. Мы говорим, а как-то есть еще у вас что-нибудь? Ну, нет. Есть котовой запас чая вы потребили. Вот. И есть такое местечко потолок, где проверяют, значит, документы в поезде, когда граница пересекается. И когда мы приехали уже на фестиваль, ко мне подходит, значит, директор группы Аукцион. И говорит, слушай, у нас вот артист один на границе сошел, потому что непонятно, где паспорт. А они, короче, там, значит, перепутали паспорта. Один положил к себе, чтобы не потерять, тоже после крепкого чая, что ты запомнил, у тебя мой паспорт. Ну, и забыли. И в итоге я за несколько, за несколько, там, ну, за полчаса я выучил программу группы Аукцион. Сел и стал играть. Хорошо мне Витя-басист помогал мне в стоп-тайме, потому что выучить партии Борюсика Шавейникова, это, извините меня, там, это очень сложная музыка. А это, можно говорить, еще любимая группа Аукцион. Я обожаю эту группу. И сейчас Олег Горкушев такой клуб открыл, я даже написал такое небольшое эссе, а где бывает, где мне что нравится, я пописываю. Вот. Где можно прочитать? Да, я все на этих размещаю, там, и в ВК, и в Facebook. Facebook, да. Да. Выучил партии, значит, все Аукционы. Да, и играл, значит, концерт, причем это стадион, большая, большая, много народу, публики много. По поводу не заметил. Ну, и потом, как бы, Борис Борисович мне сказал, молодец, дусер, как бы, на, тебе чаю крепкого, там, все, я уже после концерта, как бы, там, ну, даже Текила сыграл, уже можно было расслабиться немножко. И я потом спрашиваю Ленечку Федору, Леню говорю, ну, как тебе? А, ничего не заметил. Как раз вот в нашей фразе. Незаметно. Это очень важно, когда артисты не замечают тебя, а ты, как бы, вот. Значит, ты хорошо сыграл. Это оценивать, опять же. Это мое личное мнение. Это оценивать, оценочные вещи не ты должен делать. Такой вопрос. Кто из молодых, кого мог отметить? Вообще, наблюдаешь вообще за этой сценой? Барабаны или группы? Именно барабаны. Барабанщики. Ну, мне, да, кстати, я забыл сказать, что на меня очень серьезно повлиял Игорь Чередник, барабанщик. Группа Аукцион, группы Игры, группы в странных играх он играл. В общем, где только Игорь Чередник не играл, это фантастический барабанщик, преподаватель. Он сейчас как раз в клубе, который построил Олег Гаркуша, ведет школу барабанную. Безусловно, Юра Щербаков, барабанщик группы Присутствия. Это просто мои кумиры. Потому что так как Юра Щербаков в группе Присутствия сыграл песню «Осенний блюз», это понятно, да, откуда растут ноги, но песня фантастическая вообще. Да, ну, этой группы уже нет, ребята уехали гитаристы в Америке, они, кстати, на концерты приходили, там живут. Ну, поигрывают тоже, молодцы. Ну, Игорь Семенов, там, пел в этой группе, потом у него была другая группа «Рокштадт», по-моему. И сейчас он опять вроде возобновил, и вроде и Юра Щербаков там поигрывать стал, слава богу. То есть, вот да, вот эти люди на меня из нашей вот сцены российской очень сильно повлияли. Ну, и потом, конечно же, Вадим из группы «Патриархальная выставка», когда они представляли свой альбом «Эпидемия», по-моему, он назывался. Ну, и, соответственно, конечно, артисты группы «Аквариум». То есть, вот, Ленинградский рок-клуб, все вот барабанщики, которые они были, это мои учителя. Это однозначно тоже, я могу сказать. В большей степени, чем западные, да? И то, и то, это такой баланс правильный. Мне развезло, как вот, что я и там, как бы, успел зацепить, и там, потому что, когда я слушал уже вот рок-клубовские группы, мы уже сами поигрывали, уже в полный рост там слушался «Полис», «Медр», «Блонди», там все вот это вот, «Экстиси», «Фиксис», вся вот эта вот грядка великолепная, я все это, как бы, слушалось, параллельно вот с тем, что происходило в Ленинграде, Екатеринбурге, в Нижнем, в Новосибирске, в Владивостоке. То есть, вот такой вот, он же бурлит, страна наша большая, ой, большая, прямо радость берет, в сердце селится, светлое чувство, когда едешь по стране, потому что у нас недавно вот тур был с группой «Текил и джаз», это, конечно, фантастик. Мы, когда-то, ехали по Перскому краю, а я как раз под впечатлением книги был «Сердце», как оно называется-то, «Иваново», по-моему, на книге? «Сердце горы»? Нет, «Сердце Пуарма», или как это называется книга? Ну, в общем, круто, вот «Золото Бунта», который написал, великолепный, говоришь, «Представитель», и я как раз вот под этим впечатлением, по всем этим местам мы ехали, и я прямо под книги все это смотрю, ох, думаю, ничего себе, ну, круто, короче. Дадим ссылку на эту книгу. Да, «Сердце Пуарма», по-моему, называется оно. Я сейчас просто уже другую читаю, я это постоянно читаю, как бы, я читатель, я люблю читать. Полезная. Да, когда глазики устают, раз, там всякие опции, есть микрофончик, включишь, слушаешь. Сейчас эти роботы прекрасно читают. И сейчас очень мне так радует, что появились все вот эти аудиопорталы, где аудиокниги начитываются, где сохранен вот этот радиоспектакль «Старый фон советский». Это, ну, такое удовольствие слушать, там, Фаину Раневскую, Басилашвили, Ростислава Плеада, Тихонова. Это, конечно, сказка. Само удивительное, что доступ теперь есть ко всему, и никто не пользуется. Ну, не надо так обобщать. Почему вот так? Не надо обобщать, но те, кому надо, пользуются. Ну, значит, раз мы, значит, еще кто-то есть. Надо срочно организовать клуб любителей аудиокниг. Точно. Да, и не только аудиокниг. Так вот, возвращаясь к молодым барабачам. Значит, вернемся к моему мальчику. Соответственно, кто мне нравится? Мне очень нравится Аркаша Корнев. Он, у него прекрасный проект, называется «Всак», по-моему. Он играет с московским артистом. Да, мне очень нравится, значит, группа Курара. Мне вообще вся музыка нравится. Но то, что мне нравится слушать, это Курара, Сансара и прочее, так сказать. Это не мое пальто. Да. В общем, Екатеринбургская грядка очень сильная. Это, там, Медула Аблангата, по-моему. Не знаю, есть, есть, нет этой группы. Ну, сильный коллектив был. Потом мне очень нравится Хараджеев Смокин Виргиния группа. Они сейчас такие казанцы. Я попал на их концерт, я увидел, куда молодежь ходит. Не очень такое непонятное место, непонятно где. То есть, прямо в 90-е я схватил, прямо вот это ощущение там-тама. И прямо все песни проводят молодежь, вот такая вот пассионарная, что называется. И все прямо, они сами сели на автобус, поехали, значит. У них там тоже проблемы всякие. Там у кого-то визы не было, без музыканта играли. Но играют они чертовски круто. Это, конечно, вот Хараджеев Смокин Виргиния. Потом мне очень нравится белорусские группы. Тонкий ход, отличная группа. Безусловно, группа Набр. Это вообще. Наша автономная баллистическая ракета, как она называется. Ну, вы можете там набрать по песне. Там Алиса. Там, спасибо, Юра Космос. Наш, я, может, название неправильно говорю, но по этим словам, по линкам можно узнать. И у меня есть эти группы ВКонтакте, можно найти. Вот. Ну, соответственно, вот этот джазовый проект, САП, мне очень понравился. Потом. Что так мне прямо? В основном такая андеграундная музыка, да? Ну, или по названиям. Половина которых я ни разу не слышал в жизни. Ну, для меня это не андеграунд. Для меня вот... Все вот это попса, которые играют, для меня андеграунд. Я в ней мало разбираюсь, как бы. Все, что как бы звучит на этих центральных каналах, ну, как бы есть и есть хорошо. А так вот, чтобы понимать, кто там, что там я... Для меня вот это не андеграунд. Для меня это как бы реальная жизнь. То, что мне нравится, то, что я хочу иметь в коллекции на виниле. А вот насколько это важно иметь на виниле? Скажу так. Я, значит, благодаря прекрасным людям Саши Савостину и Вадиму Твердюкову стал обладателем настоящего высокого звука. Хай-энд. Нет, у меня высокий звук. Хай-энд это вот там по 5 миллионов все из китайских ламп. А у меня все как надо. 6.3 PS лампы стоят. Все как нужно. 37 килограмм звука живого. Это... Такие они делают усилители. Хорст называется. Это, конечно, фантастика. Правда, долго ждать приходится, потому что это вручную делается. Я себе, значит, купил колонки «Ханс Дойч» 1974 года. Я очень долго ждал пока проигрывателей. У меня все это было. И как только появились блестящие кружки, я как это дурачок, которому бусы показали, и выкупили всю страну за бусы. Я побежал скорее менять свои пластинки, а у меня были там и Ладзеппелин, и... Слава богу, мне что-то еще осталось. Так это валялось, и не надо. А тут как-то разгреб полку, смотрю, ох, потом смотрю, у сестры пластинки она мне дала. Там, там, там. И у меня сейчас как бы так конкретный съезд фазы произошел. Я теперь коплю денег. Бьюсь как последний лев, чтобы мне скидку дали. Вот недавно на стереолете, значит, в магазине Imagine бился как лев. Спасибо, им дали мне скидку в 500 рублей. Я купил ремастеренный, значит, Pink Floyd. Я хоть и не фанат, но такая пластинка должна быть в коллекции. Ну, и, в общем, короче, да, у меня поехал, так сказать, процесс опять в сторону винила. То есть, понятное дело, все в интернете есть. У меня и, как бы, эти флаги, все хорошо звучит. Ну, а пластинка, есть пластинка. Ну, то есть, вот есть, раньше записывали все на пленку, да? У меня теперь есть практически все альбомы группы «Моральный кодекс». Это, конечно, фантастика, как это звучит. То есть, это артисты играют просто как боги. А на виниле это звучит вообще просто умопомрачительно. Вы как пишете, про Тулс или на пленку? С кем? В какой группе? С Текила и Джаз, например. С Текила и Джаз всем в основном занимается Андрюш Олякринский, великолепный режиссер. Так сказать, начинал в Там-Таме, с нами, тогда работа, трудится со всеми артистами. И сейчас он в группе «Алиса» играет. Ну, вот расскажи про процесс записи. Как? Ну, что, Андрюш я четко не знаю, ну, по-моему, да, про Тулс. Вы там вместе пишетесь или по дорогам отдельно? Мы, к сожалению, давно не писались, как бы так плотно. Я так вот в акустическом альбоме немножко поиграл, в который вот выпустила группу Текила и Джаз, акустик. Очень сильный альбом, конечно. Да, все там в протул сделается. Вот Эрнест, он пишет, то, ну, а что привык. Ну, у Андрюхи там стоит аппарат. Там у него, как бы, не виртуальное железо, а настоящее. Почему и звук, конечно, круче. Потому что все-таки, ну, ВСТ-плагин, это ВСТ-плагин. И все равно это мылится звук немного. Хотя, вот, удивительно, но альбом «Вахта» группы «Дункан» прямо, ой-ой-ой, хорошо-хорошо. Сейчас вот коплю деньги на проигрыватель, сиди. Хочу какой-нибудь тоже со скидки купить. Недорогой, но хороший. Чтобы тогда куча была. Хотя, вот как раз вот люди, которые делают у нас ламповые усилители, они, как говорят, лучше, конечно, и сиди проигрывать, или накопитель такой, типа там, сплит-система, чтобы было. Что помимо барабанов? Какие увлечения? Ну, гитарки люблю. Так. Я вот увлекся, мне Костя Федоров, гитару свою, по случаю, значит, уступил в Ошбурн. Она такая акустика электрическая. И я прямо, первое время просто там все. А что играешь? Джаз? Да ничего, я военные песни играю у костра. Джаз я играть не умею. Зачем? Я на гитаре научился, чтобы вот песни петь там. Цой, Гребенщиков, военные песни. Там, собирать вокруг себя друзей. Нет. Я с друзьями всегда. И там что-то там запоется, прощайте, там скалистые горы. У меня там очень много, так сказать, людей, которые стоят на страже Родины нашей, дай Бог им здоровья. Сейчас у них выставка, кстати, идет в Гавани. Там они строили фрегат Горшков. Это великолепные люди, дай Бог им здоровья. И им как-то, когда собирают так компанию военную, песню спеть с удовольствием. И я такой купил себе сразу второй том гитарного самоучителя Синюрин. Мне просто фамилия понравилась. Чувствую, что человек такой фамилии. Не может плохого. Плохого не научит. И все, там теория музыки на одной странице. Как брать аккорды. И все с примерами песен. И вперед. Дадим ссылочку тоже. Да. Второй том. Вот она, такая книжка. А почему со второго начал-то он? Ну, первого не нашел. Зашел в магазин Лир. Лира, по-моему, называется. Это рядом с домом книги у нас на канале Грибоедова. Увидел все. Купил там этот песенник. Там все эти песни из кинофильмов наших. То есть, ну, все, что мне нравится. Я очень люблю ретро-музыку. Я не ностальгирую. Я просто люблю это. Любую ретро-музыку. Вот такой вектор наш советский. Мне очень нравится северный вектор ретро-музыка. Я очень так неплохо разбираюсь в финском. Я не хвастаюсь, но так вот случилось, что там сарафанное радио работает. Я просто собираю всяких. Это называется стиль такой. Называется «Искельма». Ну, вот это как по-английски «addle song». Ну, то есть, как бы взрослое такое все. Вот в Финляндии это «Искельма» называется. И мне очень нравятся артисты финские. И Лайлу Кинненен, и Брита Койбанен, и Олова Виртова. Ну, в общем, там вся грядка. Начиная там с 20-х годов с Делапи Оркестры и заканчивая современными артистами. И рэперами. Вот отличный рэпер там финский. Я, послушай, кстати, обалденно он зачитывает. Интересно. На финском языке? Да, да, да. И на русском немножко. То есть, ничего не понятно, но классно. Не, ну я немного финский учу, так это, втихаря за родину. Просто мне нравится язык такой. Довольно сложный. «Waike keelte». «Mine a yu», наверное, «Sone a keelte». «Mutu pohon vacham». Здесь будет перевод. Да. Ну, тяжелый язык я по-фински не понимаю, но немного говорю. Ну, то есть, я могу объяснить, что мне надо, потому что я очень люблю рыбачить в Финляндии. То есть, я рыбак вообще безголовый. Это по фоткам ВКонтакте именно. У нас такая плотная компания, там Илюша Бартнюкут, который делает замечательные фестивали стереолета. И сейчас он великолепный клуб Морзе построил, где уже выступил Primal Screen, прошел фестиваль. Сейчас стереолета, где Женька с оптимистикой выступал. И много таких интересных групп он вообще привез там. И «Аврора» мне понравилась группа, и «Сэй», и «Сэй», «Ездок» мне понравилась. «Солжир» группа понравилась. Наши там «Шорт Перец» хорошо выступили. То есть, ну, там мощный фестиваль был. Потом «Дрэгон Бон» мне понравилась группа очень. Он там спел, это сейчас популярная песня, «Хьюман», которая. Такой тоже. Толстяк молодец, короче, что тут говорить. Хороший фестиваль, членник-клуб они хороший с Денисом Рубиным построили. Я там был на открытии, Primal Scream выступал. Вот жду концерта Royal Blood. Потому как, ну, нравится мне, как они играют. Опять же, мелодично, невзирая, как бы, так сказать, на два инструмента, да. Жду, конечно, вот «Энималс из Лидерс» обязательно схожу. Мэтт Гарстка. А? Мэтт Гарстка. Ну, барабанщик у них. Ой, не знаю, группа «Ошибка» мне нравится. Мэтт Гарстка. А, да-да-да, он не немец ли? Ну, в Америке живут. А в Америке не живут. Ну, то есть, так изначально. Точно, я вспомнил, я смотрел это, не «Драмклиника», как это называется в Ютьюбе, там с ними. Мастер-класс, да. Вот он любит полиритмию тоже всаживать прямо. Вот мы будем в августе у него нитурю брать. Надо ему тоже поставить нашу группу. Да, обязательно поставлю. Так, как бороться с трудностями? У барабанщика или вообще у музыканта? Ну, искать себе на пути. Более сложные трудности. Так, чтобы те казались проще, да? Хороший ответ, да, интересно. То есть, усложнять себе жизнь, да? Безусловно. Выходить, как любит говорит наш Женя Федоров, выходить из зоны комфорта как можно чаще. Что-то скучно стало, возьму-ка я кредит. Как говорится, мой друг. Нет, вот это я стараюсь не делать. Я все-таки стараюсь вот сколько есть, и слава богу. Как лучше, да, вот музыканту с финансами взаимодействовать? Я живу точно так же, как и все население в нашей стране. То густо, то пусто. Ну, как правило, пусто. Я тут не кривлю душой. Как вот эту мотивацию-то не потерять от отсутствия всех этих материалов? Это не денежная мотивация. Это что-то другое, непонятное. Ну, художника не покупает картину, что он рисовать перестанет. Нет. Ну, есть ремесленники, да, есть художники. Два типа. Очень хорошо, что вы это понимаете, Константин. Вы, судя по всему, художник. Ну, если честно, я, как бы, опять же, буду банален и процитирую уже совсем уже. Идиот процитирую сам себя. В принципе, я бы и не играл на барабанах, если бы умел рисовать. Я вот очень люблю, скажем, все вот это дело, да. Тянет. Я рисовать не умею, увы. Вот для меня вот барабаны – это палитра с красками. И, скорее всего, я, скажем так, не играю на барабанах, а я это раскрашиваю все, что придумывают прекрасные артисты. Может, по этой причине такие партии необычные получаются? Ну, скорее всего, да. То есть, ну, я еще раз говорю, я не барабанщик. Как вот таковой, вот как вот пришел, учишься, все это. Я умею по нотам играть. Я научился, еще раз повторю, благодаря вот Вадику, который мне объяснил, как играть Джимми Чапин. Я был на его мастер-классе. Это фантастический человек. Вот спасибо. Тоже вот барабанщик наш. Вот был перед тем, как ушел, как бы, так сказать, к великим артистам. Но неважно, для меня это как вчера, потому что это так вообще. Потому что он же все рассказал, да, откуда вот эта посадка, да. Их же обучали-то люди, которые чуть ли не в гражданской войне принимали участие. А барабане здесь играли. Да-да-да, почему такой гриб, ну, захват такой. Потому что оптимальный-то вариант. Вот как обезьяну палку взял и играешь. Некоторые вот отдают дань этой традиции, что играют вот так. Да, вот Дэйв Уэйкл почему-то не хочет перевести. Так его научили. Он же тоже... Там, понимаете, скажем так, вот, чем отличается школа барабанная западная наша. Наша школа, она довольно спонтанная. У нас каждый барабанщик, ну, такой более-менее, да, я себя ни в коем случае не имею в виду. Я тут кокекством не занимаюсь. Нормально. Это как вот, как бриллианты. Во! Сразу, да. А там таких много, потому что школа есть, потому что, как бы, все это идет. Да, у нас просто в связи с тем, что, во-первых, страна большая, много других забот надо там, 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 там. Мы по-другому устроены. У нас все то же самое есть, все хорошо играют, но мы идем своим путем. У нас какая-то своя особая школа. Все есть у нас путь. У нас особый путь, особая школа, как, впрочем, у каждой нации. То есть, все на энтузиазме, да, держится, а не на грубом расчете. У кого как? Вот мы опять же возвращаемся к нашему предыдущему. У кого как? Я конкретно сейчас у тебя спрашиваю. У меня расчета нет. Вот дом Фамилара рассказывал, он же с Джимом Чапиным, с Друкилом, что он приезжал к нему в больницу, когда тот уже был последний. Вот в Ленинград, извини, перебью, поехал, чтобы в город посмотреть, потому что нас слышно про блокаду, про войну. И он нам вещал, вещал, вот сам факт. Все так рассказывал, интересно, там пролетело часа 4-5 просто, все сидели такие завораживались. У него глаза вот такие горят. Да, это круто. Пришла какая-то бабулька со шаброй, говорит, хватит тут, давайте мне убираться пора. И он такой, ну ладно, то все, закончили. Ну и все, закончили. Пришла бабуля, да, человек, легенда, собственно говоря, который там руки ставил Бадди Ричу, Джейна Круппи. Все, убираться надо, давайте. Все, ну ладно, говорит, спасибо за внимание. А вот, как правило, вот эти великие люди, они очень простые. Да. Хотя, говорят, на Бадди Ричи некоторые наговаривают, что он был непростой, по имени. Мы свечку не держали. Спасибо ему за то, что он создал. Спасибо ему за то, что он был непростой, по имени. Спасибо ему за то, что он был непростой, по имени.